Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, если вы этого до сих пор еще не сделали. Сегодня мы с вами будем разбирать новинки в моей коллекции, которые свершились, наверное, в течение осени и вот начала декабря. Я сейчас снимаю это видео в середине как раз декабря. То есть это не одноразовая какая-то покупка, а скопившиеся новинки, про которые я не успела вам рассказать. Все интересное, все, в принципе, не бюджетное, но достойное внимания. Оставайтесь на связи. Сейчас все по порядку вам расскажу. Но первое, с чего я хочу начать, посмотрите, какие замечательные блотеры я себе купила по вашей наводке. Спасибо большое, кто откликнулся на мою просьбу. Я сама, если честно, не догадалась посмотреть на Валберисе данные позиции. Вот в такой вот коробочке, в таком крафтовом исполнении. Все, сейчас будем пробовать. Это будет первое видео с новыми блотерами. Как мы их тут поставим? Да, на кроватку поставлю и начинаем. Первое, про что я хочу вам рассказать, это мое парфюмерное открытие. Коробка немного уже такая заляпанная, потому что аромат со мной достаточно давно. Но уже недели две-три, наверное. Но есть и еще более давние новинки, про которые я просто не успела вам рассказать. Это вот такой вот огромный флакон. Ну, как он огромный? На 100 мл. Извиняюсь, конечно, за внешний вид. Но такая коробка сама по себе, то, что на ней видны все отпечатки, все малейшие капельки. Это бренд Min New York. А аромат называется «Магический цирк». Меня вообще эта марка привлекла внимание, мое внимание, когда я однажды увидела эти флакончики в золотом яблоке. И я... Глаза разбежались, уже много было всего нанюхано. Я попробовала парочку, по-моему, и мне очень сильно понравился аромат, который я несла с собой, по-моему, на запястье. То ли Moon Dust, то ли Star Dust. Вот какой-то из них. И у меня прям было большое желание когда-то разжиться. Данным ароматом. Но так случилось, когда желание настало. Я начала изучать, ну, естественно, читать пирамиды, отзывы. И решила отложить покупку уже знакомого аромата, а купить вслепую аромат Pro Cirque. Я вам параллельно показываю, как выглядит оформление. Это все очень презентабельно. Такая вот шкатулка, ложемент-постамент в атласном таком исполнении. Здесь у нас есть прям целое резюме касательно бренда, касательно аромата и даже подпись самого автора. Ну, короче, прикольно. Это прям вот дорого-богато. И сами ароматы, конечно же, необычные. Очень необычные. Если, кстати, вы знакомы еще с какими-то ароматами данного бренда, обязательно мне дайте обратную связь, потому что я прям вот в это чудо влюбилась. Да, он меня покорил. Он очень понравился моему мужу. Поехали. Здесь на крышечке две замечательные бабки-коробки. Это так незадуманно. Это прикрепили мои детки. И я решила оставить. Прикольно, нарядно. Вот просто жду, не дождусь уже рассказать вам про этот аромат и уже поставить в шкаф, потому что то, что я не успела вам обозреть, у меня лежит в отдельной коробке. Теперь это будет стоять на своем почетном месте. Берем заветный блотер и распыляем. Но по большому счету распылять даже смысла, наверное, нет. Я его очень хорошо изучила. Я его очень часто носила за тот период времени, пока он у меня. Так, аромат про цирк. Но, как по мне, этот цирк, знаете, такой немного для взрослых. То есть здесь пахнет карамелью однозначно. Здесь пахнет сахарной ватой. Здесь пахнет орехами. То есть такое сладкое наполнение. Аромат счастья, аромат детства. Давайте не будем сейчас углубляться во все рассуждения про цирк, про то, как нам жалко животных и же с ними. Все это во взрослом возрасте, конечно же, мы осознаем. И это понятно. Когда ты ребенок, для тебя цирк – это атмосфера счастья, атмосфера радости, атмосфера чего-то такого доброго, что остается с тобой на протяжении всей жизни. Как таковыми, кстати, животными здесь не пахнет. Больше даже они маленькие животинности. Я слышу в артизане. Аромат, который называется дзыньк, он тоже про цирк. Ну, они абсолютно разные. То есть здесь есть такая вот сладкая гурманская составляющая, но она просто замечательным образом припудрена, я бы, наверное, сказала, гелиотропной пудрой. Чем отличается гелиотропная пудра? Вот обычно, если вдруг для вас непонятны вот эти вот мои высказывания. Гелиотроп, он сильно, ну, не сильно, а достаточно горчит и делает композицию прям вот пыльной-пыльной. То есть здесь я вот чувствую всю эту сладость прям вот хорошо припудрена вот этой вот геотропной пыльной пудрой. То есть этим самым вот самое сладкое, самое навязчивое, что могло бы быть в данном аромате, становится приятно носу, носибельно. То есть вся вот эта вот... Здесь, кстати, нет какого-то эффекта жжёного сахара. То есть сахарная вата, она пахнет приятным образом без эффекта жжёности. И что самое интересное, что мы расслышали вместе с мужем, оба-два, то есть это не личный мой глюк, а нам вот двоим так показалось, пахнет только что вскрытой пачкой сигарет. То есть есть табачность, но табачность именно не такая, которую мы привыкли слышать в там табак ваниль от Тома Форда, Фрэнд Боклетт или Боклетт, да, табака. Какие у нас ещё есть? Ну, есть масса ароматов на тему табака. Так вот здесь именно сигаретная такая вот составляющая и даже пахнет не дымом, а вот этой вот самой бумагой, фольгой, пропитанной ароматной такой вот табачно-сигаретной составляющей. То есть, как я уже сказала, цирк для взрослых, но тем не менее всё-таки аромат приносит ощущение такие радости, беззаботности. Относит куда-то в детство, но с такими вот немного взрослыми намёками. Короче, он очень необычный, очень интересный. Вроде как и про цирк, но обзови его как-то каким-то другим способом, и можно убрать эти ассоциации. И это будет просто очень красивый гурманский аромат на вот такие вот сладкие, на такую сладкую тему. Так, едем с вами дальше. И дальше я вам, наверное, расскажу также про не менее красивый аромат, который я знала и который я осознанно хотела уже давно, уже несколько, наверное, лет. Это аромат от бренда Elda, который называется Noël au Balcon. То есть в преддверии Нового года мы начинаем череду новогодних ароматов. Как я уже сказала, с ним я уже была знакома. Также частенько его уже ношу после того, как приобрела. И это, правда, новогоднее настроение, потому что аромат пахнет так же сладко, так же очень вкусно. Его хочется прям вот нюхать и нюхать. Это что такое, что здесь? Какой-то ванильный корж с апельсинами, с абрикосами, с корицей, припудренный или, может быть, просто присыпанный какими-то цитрусовыми цукатами, то есть завяленными немного фруктами. Он вроде бы сладкий, но так же носится очень комфортно, приятно, без перегиба, прям вот в сильную-всильную какую-то сахарность. Чудесный аромат. Он не обязательно может быть новогодним, потому что как таковой привязки к Новому году у него нет. То есть обычно новогодние ароматы, они такие мандариновые, мне кажется, больше. Здесь же мёд, фрукты, чуть выпечки, корица, пряности. Уютный, согревающий, просто зимний красивый аромат. Вот такая вот замечательная у меня новинка. Следующие два аромата у меня будут от бренда Экс Нихила и Ниила. Не знаю, как вам удобней. И что я хочу сказать, я прям распробовала данный бренд. И культовый аромат у них вот этот вот флёр наркотик, который трубит из каждого утюга. И мне кажется, мало кто не знает, как он пахнет. На самом деле, мне кажется, не самый значимый аромат в коллекции вот этого бренда. Есть намного интересней, намного достойней. Но почему-то вот он в своё время занял такой пьедестал почёт. И я вам также параллельно вскрываю, как презентует нам бренд свои ароматы. Здесь также есть небольшой буклетик для того, чтобы почитать историю аромата или про что. И первый аромат, про который я вам хочу рассказать, называется French Affair. Он у меня также уже, вот прям, наверное, с середины осени. Я его очень хорошо носила. И я в него также прям прониклась всей душой, потому что он мне напомнил. Ну, я примерно представляла эту картину, когда читала отзывы, когда ждала данный аромат. Очень в духе сислой аромата Суар де Люн. То есть это мёд, это анималика, это пряность, это очень много, ну, пряностей, специй. И аромат такой, знаете, прям вот женский-женский. То есть абсолютно не девичий аромат уже для девушек постарше. То есть, ну, носите, конечно же, без проблем всем, кому хочется. Но мне кажется, он такой прям вот статусный, такой для распрямлённой гордой осанки, для уже таких уверенных для себя девушек. Кто знает направление сислой, кто любит вот этот вот Суар де Люн. Его, кстати, на фрагрантике сравнивают с кориандром, он же от Жан Кутюрье. Ну, кажется, кориандр, он более такой грубый. Мне показалось то, что, наоборот, вот это более мягкое, более носибельное версии того же самого Сислоя. Потому что Суар де Люн я, прямо, если честно, побаиваюсь носить. Он для меня такой яркий, такой термоядерный, очень стойкий. Он, безусловно, красив, но ему надо время, ему надо воздух, ему надо соответствовать, не побоюсь этого слова. Это же версия, как будто более мягкая, более такая ласковая, более окутывающая. Но смысл, по крайней мере, для меня, очень похож в этих ароматах. Вот прям крайне советую для любителей шипров, таких цветочных шипров, фруктовых шипров. Однозначно здесь в составе есть что-то типа мха, дубового мха, который именно даёт вот этот вот эффект шероховатости, классный. И следующий аромат – это этого же бренда. Они ко мне приехали в одной посылке, но уже, как я сказала, достаточно времени прошло, уже я хорошо поносила. Это Citizen X. Про что же у нас Citizen X? Это, по-моему, он даже позиционируется как мужской, но как по мне, вот здесь вообще нет смысла разделять на мужской и женской. Здесь надо просто для себя принять тот факт, нравится вам, для себя просто решить, нравится вам этот аромат или нет. Он, конечно, достаточно специфический, то есть в отличие от предыдущего аромата, если это прям вот женская история 100%, это абсолютный унисекс, и для меня это, знаете, такой футуристический ирис, футуристический фужер, который, как по мне, вот сейчас очень актуально носить, модно даже носить. Вообще он прям вот на данный момент в теме. Он мне пахнет, вот поначалу, когда его только распыляешь, пахнет льдом, пахнет снегом, пахнет чем-то таким холодным, потому что я чувствую как будто немного металлическую ноту, и на самом деле он как будто какой-то такой урбанистический, технический, то есть ирис не в цветочном его проявлении, а в таком вот каком-то, ну, как я уже сказала, эффект железного робота, что ли, присутствует. Это прикольно носить, как я уже сказала, по морозцу, как раз у нас, когда только выпал снег, когда заледенели лужи, то есть на улице был уже минус, вот он прям классным образом вписался в данную погоду. Потом в процессе носки он, наоборот, становится более тёплым, даже, я бы сказала, наверное, запудривается, и мне пахнет свеженаглаженными простынями, то есть это уже такой аромат на тему чистоты, белизны, немного утюга, я здесь слышу, но что вот привлекло на самом деле в данном аромате, то, что вот это вот такая необычная трансформация, необычное звучание, необычное звучание именно ирисового аромата, фужера, то есть однозначно заслуживает внимания, если вы мужчина, если вы женщина, если вы плюс-минус любите такое вот строгое, как по мне, направление. Аж в горле пересохло от всей этой красоты, и последний аромат, про который я вам хочу сегодня рассказать, тоже у меня уже давно, но это очередной аромат от бренда Ксержев, линейка Косомарати, цветок оливы. Я этот аромат также знала, он у меня однажды попадался в аромабоксе от Рандеву, то есть я покупала его не вслепую, а покупка была осознанная. Я в последнее время прям очень сильно хочу собрать как можно больше ароматов этой линейки, у меня прям эти коробочки, я не знаю, видно вам или нет, на каком-то из стеллажей стоят, и для меня это как такое украшение комнаты, украшение стеллажа, но мне нравится, я не хочу такую красоту прятать куда-то в шкаф. Сам флакончик выглядит в таком вот нежно-желтом цвете. Это, в принципе, понятная такая простая история, её я... Сейчас возьмём наш блотер новый. Её я берегу до весны, лета, потому что зимой такой аромат не совсем актуален. Здесь цитрусы, но они не такие радостные, звонкие, яркие, допустим, мандариновые, которые можно было носить перед Новым годом. Здесь цитрусы больше средиземноморские, цитрусы больше напоминающие об отдыхе, о лете. В большей части я даже слышу лимон с небольшой кислинкой, и много таких акватических акварельных цветов по типу магнолий, какой-то, возможно, кувшинки. По-моему, лотосно в пирамиде пишут. То есть, это цитрусы в обрамлении водянистых, акварельных, неярких цветов. Абсолютно повседневный, может быть, аромат, если вам, допустим, нужно что-то, в чём ходить в офисы, не отвлекать ни коллег, ни себя. То есть, это... Ну, не скажу, что это прям какой-то супер-шедевр, но мне очень сильно захотелось, во-первых, я сказала, собрать вот эту вот линейку к самарате. Ну, всё, наверное, не получится, потому что, ну, куда? Но вот этот вот цветок олива в своё время, когда я его пробовала в аромабоксе, привлёк моё внимание своей какой-то простотой, красотой в простоте. Лимон с небольшой кислинкой, то есть, здесь вообще, мне кажется, сахарность такая вот минимальная, сладость вообще минимальная, больше, наверное, терпкости, терпкость кожуры, немного горечи самих косточек. То есть, история больше, наверное, лимонная и приятные, нежные, тонкие цветочные аккорды. Ну, в принципе, много сказать не могу, потому что, ну, как я уже сказала, это такая вот классика, которая будет актуальна всегда и везде. Возможно, кто-то хотел услышать про него, возможно, кто-то ищет подобные направления, поэтому отчитываюсь. Всё, на сегодня это всё. Более-менее с новинками разгребла, но в пути ещё несколько. Всё по порядку буду вам рассказывать. Вы мне пишите, пожалуйста, какие темы вам интересны, что вам хочется, чтобы было раскрыто на канале, возможно, какие-то подборки, возможно, подборки на какую-то определённую ноту. Короче, пишите, ко всему прислушиваю. Всё, на сегодня это всё. Жду вас внизу в комментариях. Подписывайтесь на соцсети везде, где можете меня найти. Я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»